Международный аэропорт «Владивосток» создаст образовательно-производственный центр, напоминающий инфраструктуру аэропорта на базе Артёмовского колледжа сервиса и дизайна. Такое соглашение подписано в рамках проекта «Региональный профессионалитет-2025». Соглашение подписать. В рамках программы будет создано новое образовательное пространство для подготовки специалистов среднего профессионального образования. Мы планируем, что в этот проект мы вложим порядка 15 миллионов рублей. Они пойдут на подготовку в колледже именно условий для ребят, которые будут учиться, чтобы они понимали, что такое аэропорт, какое оборудование там используется, как оно работает и как с ним обращаться. В специальности в основном это будут ребята, которые пойдут в службу организации перевозок. Мы рассчитываем на них. Ребята пойдут учиться у нас в службу, ну, по специальности, в службу транспортной и аэрционной безопасности. Они нам на сегодняшний день очень нужны. Впервые на региональном уровне студенты максимально эффективно смогут отрабатывать практические навыки, которые после трудоустройства они будут использовать в работе. У нас, то есть, планируется то, чтобы заключение целевых договоров с нашими индустриальными партнерами, такими как аэропорт Владивосток, терминал Владивосток, Южно-Сахалинск. То есть, у них будут определенные требования к нашим студентам, абитуриентам. Наши партнеры индустриальные также участвуют в образовательном процессе посредством подготовки рабочих учебных программ по дисциплинам и профессиональным модулям, участия в прохождении практики. То есть, наши студенты на практику пойдут уже сразу на предприятие, то есть, причем у них у многих будет оплачиваемая практика. Ну и в дальнейшем это уже трудоустройство на предприятия края и региона. По словам генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика», инвестиции в подготовку молодых людей и популяризацию авиационных специальностей начались еще с 2022 года. На базе 9 колледжей Краснодарского края у нас сегодня обучается порядка 655 студентов по программе «Сервис на транспорте». Эта программа, она достаточно практикоориентирована. Мы создали рабочую площадку, которая полностью отвечает и приближена максимально производственной площадке. Мы очень рады, что Приморский краю поддержал, он не один, он самый первый из всех регионов, реализацию программы профессионалитета. Набор студентов в колледж по специальности «Сервис на транспорте» планируется в 2025 году. В течение пяти лет планируется подготовить более 500 студентов, которые в дальнейшем смогут устроиться в аэропорт. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.